Здесь важно, конечно, что Россия решила продемонстрировать, что она поддерживает Китай. Она поддержала Китай, во-первых, по вопросу Агарского трибунала, когда Агарский трибунал уже сказал, что Китай не имеет никакого исторического права на острова в Южно-Китайском море. Россия поддержала позицию Китая, которая сказала, что Агарский трибунал не имеет права решать. Тем более, что этот трибунал называемый, на самом деле, это просто суд Гаги, в который обратились филиппины. Арбитражный суд. Арбитражный суд Гаги, да. То есть вполне возможно, что позиция России здесь вполне оправдана, и позиция Китая. Но здесь стоит сам факт, что Россия поддержала, а теперь она фиксирует, что она готова поддержать еще каким-то другим интересам на Южно-Китайском море. Но это говорит только об усиливающемся взаимодействии, который, с одной стороны, между Россией и Китаем, а с другой стороны, вот о том, что чем больше будет усиливаться такое взаимодействие, тем больше будет позиция Запада изменяться по отношению к России, тем больше будет стремление как-то Россию втянуть в какие-то общие механизмы. Ну, не то, что противостояние с Китаем. Противостояния с Китаем на глобальном уровне нет у Запада, но какие-то, так сказать, механизмы, которые обеспечивали бы лояльность России. Ну, все до определенного предела, да, потому что это просто состояние до определенного предела, все, никто пока не собирается переходить черты в этом противостоянии, ни в Южно-Китайском, ни вот с Японией, в Восточно-Китайском море. Никто не собирается, никто не собирается переходить, соответственно, черты в отношениях с Россией, предлагать какие-то особые условия за Союз. Ну, острова-то там уже насыпаны, да? От этого арбитража до Гагского трибунала, там далеко. Нет, но там же в чем проблема? В том, что Китай вот эти, у нас, и по пути острова, то есть увеличив, он сказал, вот теперь, так сказать, у нас появился... Территориальный холод побал. Да, да, прибавилось территориальный холод. Территориальный холод. Продолжение следует...